Я прошу прощения, давайте я спрошу у Светы, да? Света, моя Накшатра Мула, расскажите про меня. Мула это очень серьезная Накшатра, она переводится как корень, и человек стремится дойти до сути во многих вещах. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны... Во всем нам хочется дойти до самой сути. Да, и, к сожалению, это не всегда становится хорошо, потому что человек иногда слишком упирается в своих действиях. Поэтому вам нужно про это помнить и стараться себя как-то немножко, может быть, сдерживать своих, если вы хотите до чего-то дойти. Можно я еще добавлю, Миш? Да, но... Накшатры, они очень темпераментные, богатые, счастливые и не склонны причинять вред другим. И будут купаться в роскоши и иметь твердые, устоявшиеся взгляды. Мне кажется, это про вас, Миша. Да, да, хорошо, спасибо. Я, вообще-то говоря, так в курсе, но тут много факторов, на самом деле. И, вообще-то говоря, целая история, откуда взялись Накшатры. 27 Накшатр, да, лунные стоянки, как Луна. Ну, у нас же нет женского рода, у нас мужской. И вот это его, так сказать, жены, да? Знаете, да? Ну, это, наверное, не тема этой программы. Мы потом как-то расскажем или напишем. И, вообще-то говоря, это интересная история. Да, я прошу прощения, я вас прерывал. Не-не-не, прошу, Миша, спасибо большое. Интересный вопрос. Возможно, что наши слушатели тоже заинтересуются, захотят узнать, какая у них Накшатра. Это такое увлекательное, это даже интереснее, чем детективы читать, потому что ты начинаешь про себя узнавать такие удивительные вещи. И Накшатры, там намного более сложная система деления, Накшатры еще делятся на пады. Вот, ну, действительно, это достойно даже ни одной передачи. Вот, ну, и у нас еще один момент, мы хотели с тобой обсудить свет, на самом деле, это Васту, потому что я знаю, что Васту – это твоя страсть. И ты сказала мне, рассказывала неоднократно, что для тебя Васту даже, в общем, стало немножко важнее, чем джойтиш, потому что это вообще исключительно практическое знание, оно, наверное, даже проще дается, чем джойтиш, хотя, наверное, Васту без джойтиша сложнее осваивать. И давай мы сейчас теперь поговорим о том, что же такое Васту, для чего это нужно, о чем это. Да, и я, Настя, прошу прощения, я хочу еще добавить, у меня было на самом деле несколько программ, когда я вел программы на живом радио, я приглашал в эфир из Израиля очень известная женщина, ее зовут Ася Мигдаль, она ученица Рами Блэкта, написала несколько книг. Да, мы очень хорошо знаем Асю. Да, вот, мы с ней вели такую программу, потом на территории России есть такой тоже достаточно, ну, известный человек, его зовут Иван Тюрин. И я с ним такую программу вел, кстати, это была вот уже в рамках Сангейтс Радио, нашего интернет-портала радио. Ну, вот, теперь Светлана Наумова, это будет тоже интересно. То есть, я тоже знаю очень много историй, но давайте опять же, я пока не буду вам мешать, вы давай рассказывайте, да. Да, Свет, мы тебе передаем слово как специалисту по вас, мы с Мишей такие, все обо всем, Михаил особенно знает очень много всего, он очень эрудированный человек, вот, но ты в этом вопросе как бы профессионал. Я просто езжу, я не считаю себя профессионалом, я знаю действительно там немножко обо всем и не собираюсь знать больше, я, так сказать, у меня другие функции, другая миссия, которую я, кстати, узнал в Индии. Я там бывал много раз, поэтому я очень рад, что вы тоже побывали там и вы теперь тоже знаете про места силы воочию и там бывали, так что это, конечно, здорово. Да, конечно, поездка в Индию это очень такой большой шаг вперед, потому что мы на месте уже посмотрели, как все это действует, как джойтыш работает в действии, как в Асту работает в действии. Поэтому поездка в Индию, да, это такая шаг вперед. И, конечно, Михаил называл вот эти фамилии Асю и, безусловно, это мастера по Васту и я ни в коем случае не претендую на такую величину. Но, тем не менее, я хочу сказать, что Васту для меня стала очень интересной наукой, которую вот можно постигать так же глубоко, как и джойтыш. Но Васту удавалось мне более легко, чем джойтыш, потому что уже была база, и многие вещи были понятны, и поэтому, когда на джойтыш накладывается Васту, ну, это действительно очень интересно и очень практично. Потому что иногда бывает так, что ты смотришь гороскоп, какие-то есть проблемы, или их нет этих проблем, но у человека эти проблемы есть, и непонятно, откуда они берутся. Но когда ты начинаешь рассматривать его квартиру, то вдруг выясняется, что какой-то из углов отсутствует, или где-то есть дефекты. И тогда, в принципе, понятно, откуда берутся у человека проблемы. Для начала давайте я еще про Васту скажу, что Васту это наука о архитектуре и о гармоничном организации жилища, если кто-то не знает вдруг. И вот то, что Михаил в начале программы сказал, что это аналог фэншуя, ну, я не согласна. Потому что Васту более древние знания... Нет, не аналог, я наоборот сказал, что аналог фэншуя, аналог Васту, то есть это уменьшенная копия. Я это имею в виду. Да-да-да, с этим я согласна, Михаил. Потому что фэншуя, он получился из Васту, как это произошло? В свое время, когда его началась в Кали-Югу, не очень были просветленные цари в Индии, которые притесняли брахманов. И некоторые брахманы ушли из Индии в сторону Китая и занесли с собой знания, в том числе и по Васту. И жители Китая, они стали приподсматривать, как это так организовано жилище, и что-то делать свои выводы. Что-то они сделали выводы правильные, где-то они неправильные. У них появилась вот своя какая-то такая наука, которую они назвали фэншуя. И она действительно тоже рабочая версия Васту, просто она есть там разногласия. Ну, мы больше работаем с Вастой все-таки. Мне Васта больше нравится, так как все-таки это база, из которой уже дальше появились другие науки. Что меня, вот Свет, я тебя перебью на секунду, что меня всегда привлекает в ведическом знании, это вообще глубокая взаимосвязь. Это взаимосвязь йоги, астрологии, аюрведы, Васту опять же. То есть мы можем везде увидеть, как это друг с другом взаимодействует. И я когда начала изучать аюрведу, я поняла, что без астрологии, например, вообще очень сложно многие вещи понять. И точно так же за астрологией пошло Васту и йога. То есть это все знания, которые они друг друга к себе притягивают. Это единое такое большое знание, которое нужно очень практично в жизни. Да, Настя, я абсолютно согласна, потому что у меня сейчас мысль, например, про аюрведу мелькает. Не поизучать ли эту науку. Но все равно получается так, что кто-то останавливается на джокишин, кто-то останавливается на Васту, кто-то уходит в аюрведу. Но тем не менее общие знания, они нужны, потому что можно тогда давать более обширные какие-то, делать более обширные анализы, давать более точные прогнозы. Ну, скажи, пожалуйста, что Васту нам дает для обычного человека, для такого, скажем, вот у меня там квартира. Ну, мы с тобой мою квартиру же много раз обсуждали, я думаю, что я даже сделала Васту-танец. Вот расскажи нам, что такое Васту-танец, какие есть общие рекомендации для квартиры, что вообще нужно делать с жильем, и как вообще дом покупать, как выбирать квартиру. У меня много вопросов, тем не менее, да. И, конечно, мы уже все имеем жильем, поэтому мы будем работать, в первую очередь, начинаем работать с тем, что мы имеем, с той квартирой, которая у нас есть. И стремиться переехать в дом, либо в квартиру, которая более гармонична и соответствует всем канонам Васту. Это достаточно сложно переехать в готовый дом или в готовую квартиру, где все вакуумные Васту-танец, потому что не строят у нас сейчас так. Правда, бывают такие ситуации, когда люди, которые обладают достаточным богатством, влиятельные, они как-то интуитивно правильно выбирают жилище. Но это просто вот у них есть такое материальное цепь, которое позволяет им сделать такой выбор. Это как высшее благословение, да, наверное? Да, да, да. Но иногда бывает и наоборот, что, допустим, человек использовал свой силовой кредит в прошлой жизни, благополучие и всего прочего, потому что его действия как-то не соответствовали законам Вселенной. То он переезжает в новый дом. Казалось бы, этот дом прекрасный и большой, но после переезда начинаются какие-то проблемы в жизни. При этом человек не связывает это с переездом, он думает, что конкуренты виноваты, болезни виноваты, семья виновата. Но это в том числе могут быть и проблемы с Вастом. Может быть наоборот, что человек переезжает в новую квартиру и у него все там еще более благополучно развивается. Поэтому не зря говорят, что переезд это новая жизнь. Скажи, у нас, мы живем в Америке, я и Михаил, и здесь, конечно, покупка дома это такое одно из основополагающих событий в жизни. И как только образуется семья, люди стремятся купить дом. Какие действия надо предпринять при покупке дома для того, чтобы этот дом был по Васту, для того, чтобы этот дом был благоприятный для жизни, семьи и для всего? В первую очередь нужно посмотреть участок, на котором расположен дом. То есть считаются наиболее благоприятные участки прямоугольной и квадратной формы. При этом они должны быть расположены в соответствии со сторонами света. То есть если мы представим квадрат, то вверху должен быть север, внизу юг, слева запад и справа восток. И когда мы смотрим на участок, вот чем ровнее вот этот участок, чем он квадратный, либо прямоугольный и более ровно расположен, тем он наиболее благоприятный. То есть такой участок можно брать практически сразу. Как посмотреть вообще этот участок, как выяснить, кем образом он расположен? Сейчас есть замечательные карты Google. То есть можно ходить с компасом, но это достаточно сложно, потому что не у всех он у нас есть, не все умеют пользоваться. Но на карте Google вверху всегда будет север, внизу будет юг. Поэтому если вы наметили для себя какой-то участок, на котором расположен дом, то посмотрите, как этот участок расположен на карте. Если он именно вот такой вписывается в этот прямой доме, значит он благоприятный. Ну а если уже там дом стоит, если мы смотрим, что мы смотрим? Какие дома нельзя покупать? Сразу давай это определим. Вот, мы сначала посмотрели участок, участок правильный. Теперь мы смотрим дом. То есть дом тоже должен быть расположен таким же образом. То есть он должен быть прямоугольным, либо квадратным, чтобы все углы были на месте, чтобы не было вырезанных углов, каких-то вырезанных углов, например, буквой Г, то есть вырезан один из углов. Буквой П тоже не хватает. То есть он должен быть именно прямоугольной, либо квадратной формы. То есть как немцы говорят, квадратишь-практишь. И это действительно золотое правило, которое, посмотрите, немцы до сих пор так строят многие свои жилища и это работает. То есть стабильная экономика, стабильное процветание без каких-либо ущербов. То есть, когда я была в Германии, я специально наблюдала, как построены дома. Очень просто, но очень правильно во многом. То есть это вот именно чувство вот этой вот благополучия. Что еще важно посмотреть? Важно посмотреть, куда выходят окна в доме, ну, либо в квартире, да, то, что покупают. Очень благоприятные считаются окна, которые выходят на север, северо-восток и восток. Вот этот вот угол север, северо-восток и восток, он считается очень благоприятным. Почему? Потому что с севера, здесь севера отличает такая планета, как Меркурий. И с севера приходят Ленди, что, в общем-то, всех интересует. Всех интересует, да, безусловно. Всех интересует. Почему это всех интересует? Я считаю, что если у человека достаточно средств, то он может заниматься разными вещами. Он может не отвлекаться на какие-то бытовые сложности, а может быть больше уделять внимание своему развитию и так далее. То есть благополучие и деньги, они не отрицают того момента, что человек не будет развиваться. Ну я согласна совершенно, да, это очень важно на самом деле. Чем больше, если у нас есть достаток, мы, соответственно, можем и другим людям помогать гораздо с большими, у нас гораздо больше возможностей для этого. Поэтому деньги всех интересует, и это нельзя, это вопрос отрицать. Нельзя, нельзя это тоже отрицать. У нас должно быть открыто, соответственно, северное направление, да? Да, с северным направлением. При этом северное направление будет более эффективно, если оно будет открыто ближе к северо-востоку. За северо-восток отличает такая планета, как Юпитер, и Юпитер приносит именно вот эти вот возможности. Возможности разного рода. Возможности в работе, возможности духовного роста. Очень важен этот северо-восточный угол для женщин, которые немного прийти замуж. То есть, допустим, если в квартире или в доме отсутствует северо-восточный угол, то в этом есть проблемы. Кроме того, если там есть окна на северо-востоке и на востоке, как бы немножко, то чаще всего такие люди все-таки увлекаются такими науками, как джойкиш и васту. Мы когда пришли на занятия, на первое, первое, что спросил у нас преподаватель, у кого есть северо-восточные окна. И мы практически все подняли руки, он сказал, я сколько раз спрашиваю, у нас за эти занятия. Очень редко есть люди, которые без северо-восточных окон попадают на эти занятия. Потому что Юпитер дает благословение на обучение. То есть Юпитер есть в карте у всех, но не у всех он хорошо расположен, и он не всем дает возможность учиться. А обучение в итоге приводит к расширению знаний и расширению возможностей. Когда мы знаем что-то, мы уже вооружены. Следующая сторона — это восток. На востоке тоже окна благоприятны, потому что... Ну, солнце встает на востоке, да? Да, солнце встает, да. Вот, солнце встает, и за восток отвечает именно планета Солнце. И солнце приносит общее благополучие, здоровье жильцам этого дома. Единственное, конечно, солнце, оно может быть и жестким, может там принести амбиции вечные, эго там. Но если мы занимаемся какими-то духовными практиками, мы про это знаем. Поэтому мы не впадаем ни в материальный мир, если у нас слишком открыт север, и очень хорошо с финансами, и не привязываемся к ним, и не впадаем в какие-то эго свое, да? Амбиции у нас не слишком, да? То есть надо аккуратно, на самом деле нужно всегда, во всем нужно соблюдать золотую середину. То есть не очень материальный мир, не очень свое эго, потому что солнце, оно из-за амбиции, из-за эго отвечает. И поэтому если мы слишком будем, даже если стол, я знаю, расположить лицом на восток, да, то у нас такие, у нас будет очень амбициозно. Но с другой стороны, этот совет, он может помочь, если мы хотим как раз повысить уровень своей амбициозности. Конечно, конечно, да. Работать лицом на восток и заниматься в этом направлении. Конечно, допустим, если у кого-то заниженная сама ценка, да, можно действительно больше находиться лицом на восток. Если человек занимается политикой, тоже лицом на восток, очень хорошо, чтобы у него были в доме большие окна на востоке.